Жителям лесного городка давно необходима новая школа. В старой катастрофически не хватает места. Компания Трест Мособлстрой номер 6 должна была сдать объект еще в 2015 году, но постоянно срывала сроки, а потом объявила себя банкротом. Возмущению жителей нет предела. Они устали ждать. Им хочется только одного, чтобы их дети учились в нормальных условиях. Районные власти не остаются в стороне от этой проблемы и пытаются решить ее всеми силами. Дети сегодня учатся в тяжелых условиях, практически на головах сидят друг у друга. Мы уже перестроили все возможные помещения, кабинет директора и другие комнаты, в которых проводили свои мероприятия, сами педагоги. Уже все везде дети. Тем не менее, школа перегружена, переполнена. Условия тяжелые. Мы пообещали родителям и жителям лесного городка, что в этом году, каких бы сил нам это не стоило, какой бы ценой это не доставалось, мы эту проблему решим. Новый застройщик компании АСГ Технострой пообещал устранить все недоделки, допущенные недобросовестным предшественникам, и вовремя сдать объект. Сейчас завершается работа в помещениях с бассейнами. Здесь уже смонтированы теплые полы, залиты стяжки, уложена плитка в раздевалках и душевых, идет отделка потолков. В ближайшее время рабочие приступят к установке оборудования для пищеблока. Отставаний по графику нет, и с начала июля коллектив лесногородской школы сможет приступить к переезду в новое здание. Пока я не вижу никаких, честно говоря, тревожных сигналов, которые могли бы нас в этом графике куда-то сместить. 1 сентября мы с вами на линейке здесь, в новой школе. Вместе с Андреем Ивановым новое здание школы осмотрели и жители лесного городка, представители инициативных групп. Они также смогли задать интересующие их вопросы. У них родители волнения, будет ли школа платная? Школа остается муниципальной, она бесплатная, ровно такая же, как и была, только в условиях гораздо лучших, чем то, в котором дети учатся сегодня. Ничего не изменится, мы даже это здание привязываем к существующему. В новом здании школы разместятся два спортивных зала, библиотека, просторный актовый зал, медицинские кабинеты, столовая, кухня, учебные классы и два бассейна. Строительные работы планируют завершить до 30 июня. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.